А сейчас об этих и других событиях более подробно. В хирургическом корпусе Центра охраны материнства и детства завершается ремонт. Здесь откроются обновленные операционные блоки отделения анестезии и реанимации. Финансируют реконструкцию Министерство здравоохранения Челябинской области. Администрация города оказывает активную поддержку. Качество и сроки работ на личном контроле главы города Сергея Берникова. На пятом и шестом этажах хирургического корпуса идет настоящая струйка. Ведь оборудованные здесь и запущенные в эксплуатацию 35 лет назад операционные и отделения реанимации давно устарели морально и физически. А между тем нагрузка на них с каждым годом меньше не становится. В том году у нас было выполнено плановых вмешательств. Это 1200 экстренных. Это порядка тысячи. То есть это 2200 тысяч было выполнено экстренных оперативных вмешательств. Поэтому, если так на цифры смотреть, то у нас очень нагружена экстренная помощь. Нам пришлось кардинально поменять расположение части помещений, потому что площадей, которые необходимы для операционных, и набора помещений, которые в составе операционных должны быть, их не хватало. Пришлось переносить коридор основной более чем на 2 метра вглубь, проходить через несущие стены. Было усиление проемов, устройство проемов. Очень глобальные ремонтные работы проводились. Результат этой работы и был продемонстрирован Сергею Бердникову. Глава города смог оценить и удобство расположения оперблока, и принципиально новую автоматическую систему вентиляции со специальными экранами в коридорах. Теперь именно на них будет отображаться информация о температуре и влажности во всех помещениях отделения. Если раньше просто помещение было, называется и двери. Обыкновенные двери закрывались, открывались, и всё. Сейчас предусмотрена система чистых помещений. Там будет так называемая система с ламинарными потоками, то есть подача подогретого стерильно-кондиционированного воздуха с постоянной температурой и стерильностью. Обеззараженный воздух будет подаваться в пять новых операционных, в изолятор для инфекционных больных и четыре палаты реанимации, каждая из которых при необходимости сможет принять до четырёх юных пациентов. Особенностью нового отделения реанимации станут также большие оконные проемы, обустроенные в стенах палат. Благодаря этому все пять комнат будут находиться в зоне наблюдения медицинских работников. Появится в обновлённых отделениях и новое оборудование. Часть оборудования у нас уже было когда-то куплено, используется, и мы за ним следим. Часть оборудования должна поступить сюда, в этот оперблок. Примерно речь идёт о 100 миллионах, которые необходимы для оборудования. Мы с Министерством здравоохранения как раз над этим и работаем. Им огромное спасибо. И Сергей Николаевич здесь всегда оказывает нам помощь. И, наверное, с этой мужской поддержкой, с его пробивной силой и энергией нам удаётся решать вот такие трудные задачи. Мы всегда говорим, что медицина для нас очень важна. А вот мне кажется, детская медицина вдвойне. Я надеюсь, что с запуском таких передовых современных оперблоков, других помещений, мне кажется, что, конечно же, и будет решаться вопрос уже с комплектацией непосредственно врачами. Потому что врачам важно, в каких условиях работаешь, лечишь. И, наверное, ещё больше это важно нам. Сергей Бердников также отметил, что благодаря в первую очередь поддержке губернатора Алексея Текслера, с пуском этого отделения детское здравоохранение города получит первый в области высокотехнологичный объект такого уровня. Татьяна Артёменко, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН.